МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут наши корреспонденты. В студии Ольга Пырочкина смотрите в программе. Педагогов переоденут. В Чебоксарской школе разработали индивидуальную форму для учителей. На воселье отметили коровы. В Яльчикском районе открылась новая молочно-товарная ферма. До свидания, фестиваль. Завершился 23-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. Преподаватели 64-й Чебоксарской школы теперь одеваются одинаково. Недавно в учебном заведении разработали индивидуальную форму для учителей. Все на добровольных началах. Пока для педагогов никто не устанавливает обязательный дресс-код. Но идея пришлась по нраву. Дмитрий Ковалев сегодня узнал, что в моде у преподавателей школы номер 64. Свои новые костюмы прекрасная половина школьного коллектива демонстрирует не хуже известных моделей. Черные жакеты, юбки до колен и белые блузки. Никаких свитеров и платьев. Теперь даже те, кто впервые переходит порог этой школы, смогут без труда отличить преподавателей. Местным модницам по нраву пришелся деловой стиль. Мы школа. И мы хотим отличиться своей одеждой, во-первых, наверное. Во-вторых, одежда не влияет на качество образования. Качество образования у нас осталось на прежнем уровне. Но выглядеть по-деловому достойно, наверное, для каждого педагога престижно. Стильно, красиво, а главное удобно. Разрабатывая дизайн новой формы, учитывали пожелания всех. Против этой идеи никто не выступал. Преподаватели говорят, что так они показывают пример детям, которые теперь обязаны надевать школьные костюмы. Сшито хорошо, да. И идея понравилась тоже, потому что не нужно думать, что одеть утром. Поддержали идею школы и в городской администрации. Теперь внедрить форму для учителей рекомендуют другим учебным заведениям столицы. Чиновники видят в этом множество плюсов. Учителя, которые одевают эту школьную форму, безусловно, обладают рядом достоинством. Это и дисциплина улучшается. Это, соответственно, повышенные требования к самому себе, к тому процессу преподавания, который они, соответственно, ведут. Последуют ли примеру 64-й школы и другие учебные заведения, покажет время. Но уже сейчас в Государственной Думе разрабатывают кодекс поведения в школе. Распишут в нем и рекомендации их единой форме преподавателей. Переодев преподавателей собственную форму, 64-я школа записала себя в ряды современных новаторов. Изменять своему стилю в учебном заведении ближайшую пятилетку точно не планируют. Но вот местные дизайнеры уже вынашивают новую идею. На жилетах скоро появится вот такая символика школы. Пока ее можно увидеть только на входе учебного заведения. Медрик Ковалев и Сергей Рябчиков. Республика. Из ветхого и аварийного в новое и благоустроенное в Яльчиковском районе новоселье отметили коровы. На днях в деревне Новая Антиберева лоштыбинского сельского поселения открылась новая молочно-товарная ферма. Ферму возвели менее чем за год. Прежнее здание, которое было построено еще в прошлом веке, обветшало. В 2007 году семья Бекуловых решила открыть здесь молочно-товарную ферму. Благодаря гранту в 5 миллионов рублей удалось оборудовать доильный зал, комнату для персонала, животноводческие помещения, отвечающие самым современным требованиям. Здесь одновременно могут разместиться более 100 голов крупного рогатого скота. Проектная мощность предприятия – 520 тонн молока в год. С открытием новой фермы появилась и возможность трудоустройства сельчан. Сейчас здесь трудятся 10 человек, зарплата которых в среднем составляет около 10 тысяч рублей. Министр сельского хозяйства Сергей Павлов отметил, что открытие нового предприятия – значимое событие не только для жителей лоштыбинского сельского поселения, но и в первую очередь для всей республики. Ежегодно, несмотря на все трудности, которые происходят у нас в сельскохозяйстве, вы знаете, что в этом году и засуху была, и очень тяжелая уборка. Но есть такие руководители, которые грамотно ведут бизнес сельскохозяйственный и, вкладывая деньги, получают результат. И вот сегодня здесь открытие фермы, крестьянское фермы с хозяйством – это Бекулова, который, пусть даже воспользовался грантом, который был выделен как из федерации, так и из республиканского бюджета. И вот завершил строительство фермы. Я считаю, что это важные моменты. И в целом по Чувашской республике у нас семь фермеров таких. Всего же за последние два года государственной поддержкой воспользовались 10 хозяйств республики. Общий объем грантов составил более 62 миллионов рублей. Благодаря такой поддержке семейные фермы закупают различную сельхозтехнику, племенной скот и получают возможность развиваться, а затем успешно конкурируют на рынке. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Сергей Рябчиков, Республика. 14 ДТП произошли в республике в выходные дни. К сожалению, не обошлось без жертв. 7 человек погибли, 12 получили различные травмы. 30 ноября в Чебоксарах по проспекту Тракторостроителей 23-летний водитель совершил наезд на 53-летнюю женщину, в результате которого она погибла на месте. В этот же день неподалеку от Харкасов в ДТП столкнулись несколько автомобилей. Погиб водитель одной из фур, а другой был госпитализирован. 1 декабря в Канарском районе водитель автомобиля Chevrolet Aveo не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2112. В результате пришествия оба водителя и пассажир иномарки от полученных травм скончались на месте. Также сегодня в Чебоксарах водитель 14-й на полной скорости въехал в дерево. Водители и пассажир получили серьезные травмы и доставлены в лечебное учреждение. С началом снегопадов традиционно испортилась статистика ГИБДД. Между тем, дорожные службы к работе в зимних условиях готовы. На чистку снега выезжают вовремя. Как правило, на климатизацию водителям понадобится несколько дней. И в это время все участники дорожного движения должны быть максимально внимательны и терпимы друг к другу. Это, а также другие актуальные вопросы обсудили сегодня на совещании главы Чувашии и правительства республики. В этом году начало климатической зимы почти совпало с календарной. К этому сроку должен завершиться капитальный ремонт многоквартирных домов. Минстрой республики сообщает, в отчете за сезон 2013 года значится более 120 домов общей площадью 416 тысяч квадратных метров. Из всех источников на капремонт поступило 266 миллионов рублей. В ходе реализации программы отремонтировано 85,5 тысяч квадратных метров кровли в 98 многоквартирных жилых домах. В 62 многоквартирных домах отремонтированы системы теплоснабжения. В 84 многоквартирных домах отремонтированы системы водоснабжения. В 50 домах установлены общедомовые приборы учета и узлы управления этими счетчиками. В 39 многоквартирных домах выполнен ремонт фасадов, в 47 отремонтированы системы электроснабжения. По результатам проведения конкурсов по отбору подрядных организаций и снижении стоимости применяемых материалов образовалась экономия в размере 20 миллионов рублей. Данная экономия будет направлена на дополнительные виды работ и капитальный ремонт дополнительно 7 многоквартирных жилых домов. Большая часть средств досталась столице Чувашии. Здесь расположены и большее количество нуждающихся в капремонте домов. Неплохие показатели у Новочебоксарска. При том, что здесь самый большой процент финансового участия самих жителей. Вынуждены были предложить собственникам программу, когда они софинансируют 50%. И кроме программы федеральной, наши собственники откликнулись и 5 домов мы отремонтировали кровлю 36 тысяч квадратных метров по этой программе. При этом свои, по сути, условия улучшили по этой программе 1840 граждан. В следующем году действительно у нас вступает в силу новый закон, региональный оператор. При этом у нас сегодня уже есть заявки от 8 многоквартирных домов, которые готовы 50% софинансировать капитального ремонта. Глава Чуваши рекомендовал использовать опыт Новочебоксарска, для чего активнее вести разъяснительную работу с жильцами многоквартирных домов. В декабре начинают готовиться к Новому году. Перед праздником становятся популярными новогодние аксессуары. Уже выделены специальные места для торговли пиротехнической продукцией. Чтобы не испортить праздник и не пополнить ряды печальной статистики, нужно покупать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, предупреждают спасатели. 16 декабря в каждом районе города будут организованы по три площадки для реализации фейерверков и хлопушек. Они появятся у каждого крупного торгового центра столицы. С начала ноября проводится конкурс на право размещения стационарных площадок. Во время новогодних праздников Главное управление МЧС России по Чувашии запустит горячую телефонную линию. Туда можно будет сообщить о продаже контрафактной пиротехники. В Чебоксарах завершился 23-й международный оперный фестиваль имени Максима Михайлова. В галоконцерте приняли участие лауреаты международных конкурсов артисты Большого, Мариинского и других российских театров, а также оперные певцы из Монголии и Китая. Артисты исполнили лучшие отрывки из опер мировых классиков. Моцарта, Верди, Рассини, Пучини, Чайковского, Рахманинова и других. В завершении галоконцерта глава республики вручил награду за заслуги в области музыкального искусства и многолетнюю творческую деятельность артисту Чувашского государственного театра оперы и балета Ивану Снигиреву. Ему присвоено звание заслуженного артиста Чувашской республики. Одному из старейших СМИ Чувашей канажской студии телевидения исполнилось 20 лет. В истории телекомпании было все и взлеты, и падения, и неожиданные виражи. К своему юбилею они подошли с хорошим опытом и большим багажом. Республика студия телевидения начала вещание 1 декабря 1993 года. Небольшой коллектив телекомпании вкладывал все силы, чтобы выдать в эфир качественный продукт. Было интересно, но очень страшно делятся впечатлениями сотрудники. С тех пор прошло немало времени. Страх прошел, интерес к работе остался. А нравится общаться, проводить беседы, разговаривать, ездить на съемки. Безумно нравится. Любой человек готов идти на общение, готов идти на беседу. Главное, как к нему подойти. На телеканале производят развлекательные информационные детские программы. Самая рейтинговая – новости Канаша. Зрители все же отдают предпочтение телевидению. Зрители все же отдают предпочтение телевидению, а не интернету, утверждает директор студии. Канашская студия телевидения – это еще и кузница кадров. Для многих режиссеров, редакторов и операторов она стала своего рода трамплином. Евгений Анисимов, оператор национального телевидения «Чуваши», один из них. Для меня это в первую очередь школа. Там я начинал работать. Любой, наверное, оператор, который вообще приходит в эту профессию, начинает, наверное, с каких-то маленьких компаний, студий, так сказать. Я начинал с этой. Мне она очень нравилась. Я работал там полтора года и до сих пор, наверное, скучаю по этому коллективу. Там замечательный коллектив. Ну, научился вообще работать с камерой, каким-то базовым знаниям научился, монтажу и захотелось просто идти дальше, поэтому и ушел. Хотелось большего развития такого. Менялись на телевидении не только сотрудники, но и руководство. Владимир Тимофеев встал у руля, когда компания была в плачевном состоянии. Он вложил много сил и средств для ее развития. Теперь мечтает о большем. Одно из моих пожеланий – объединить все эти студии, и чтобы они сообщали, вещали на всю республику. Имеется в виду ВГТРК Чувашия, даже филиал московский, филиал национальной телевидения и канадской студии телевидения, сообща, создали бы единую мощную трансляционную систему и вышли бы в республику. За 20 лет работы телекомпания прошла через многое, но, сохранив свои традиции и оптимизм, продолжает двигаться вперед. Ольга Алексеева, Елена Гальперина, Александр Петров, Республика. Работники органов госвласти выявили самых спортивных. В Красных Читаях состоялся зимний этап 12-й физкультурно-спортивной спартакиады. Около 60 команд-участниц боролись за звание лучшей. Состязания по 14 видам спорта проходили с февраля этого года. На финальных стартах чиновники состязались в четырех видах спорта. Дарце, стафетное плавание, стритбол и волейбол. По итогам всех состязаний были определены сильнейшие команды. Сотрудники Минспорта стали лучшими в стритболе. Команда администрации главы Чувашской республики победила в Дарце, а также в турнире по волейболу. Этой же команде досталась и победа в спартакиаде в целом. На счету спортсменов администрации главы Чувашей пять золотых и две серебряные медали. Мы знаем, что и глава Чувашской республики, и работники органов госвластия сегодня пропагандируют здоровый образ жизни. Они личным примером показывают, что здоровье не купишь, здоровье надо приобретать в спортивных залах, на свежем воздухе и личным опытом. Ну и самое главное, это переходящий кубок, который, наверное, каждый спортсмен, каждый любитель здорового образа жизни хочет этот кубок завоевывать. ТЭФИ «Регион-2013» сейчас в Екатеринбурге подводят итоги этого, пожалуй, самого престижного телевизионного конкурса страны. Ну а весь коллектив национального телевидения болеет за нашу коллегу Марию Шоклеву. Она вышла в финал конкурса в номинации «Питчинг идей», то есть презентация с целью продвижения проекта. На суд жюри Мария представила идею телеигры «Наобум». В эфире нашего канала это шоу появилось в сентябре 2013 года. Во время игры участники передачи придумывают слова, содержащие определенный слог, и передают друг другу тикающую бомбу. Тот, в чьих руках она взрывается, и шоу выбывает. Так в игровой форме участники и телезрители пополняют словарный запас и вспоминают правила русского языка. Приедет ли наша коллега с конкурса «С победой» станет известно позднее. О том, как Мария оценивает свои шансы на победу, она рассказала по телефону. Сегодня, последний день конкурса «Тэфи-регион-2013», только что закончилась церемония защиты проектов по номинации «Питчинг-идей», куда как раз программа «Наобум» и вышла в финал. То есть четыре претендента на главный приз, мы все за определенное время рассказывали свою идею, показывали. Члены жюри задавали нам вопросы. Главный председатель жюри – это претенд кинокомпания «Медиа» Александр Акопов. Моя идея вроде как понравилась. Все с удовольствием поиграли в «Наобум». Я такое импровизированное шоу устроила, вызвала игроков, и мы разыграли. Придумывали слова, перебрасывая бомбу. Каковы результаты, не знаю, будет известно вечером на церемонии закрытия. Судя по всему, те времена, когда с конвейеров советского автопрома десятилетиями могли сходить одни и те же модели без изменений, прошли. Теперь автомобили освежают гораздо чаще. Полгода назад «АвтоВАЗ» представил новую «Ладо Калина». Ну а теперь настало время «Приоры». В минувшие выходные презентацию для жителей республики устроил дилерский центр «Ладо» «Диалавто». Репортаж о презентации смотрите далее. С вами прощаюсь. До свидания. Информация о том, что концерн «АвтоВАЗ» в конце 2013 года представит на рынок новинку, появилась в СМИ еще в январе. Ожидание россиян автопроизводитель не обманул. Итак, встречайте обновленную модель «Ладо Приора» в Чебоксарах. Существенных изменений в дизайне, посвежевшей «Приоры» искать не стоит. Однако появились новые интересные штрихи и детали. У автомобиля появились дневные ходовые огни. Это новшество присуще к всем автомобилям семейства «Ладо Приора». Включая седан, хэтчбэк и универсал. Помимо того, седан и хэтчбэк оснащены задними габаритными огнями. А вот интерьер после рестайлинга действительно приятно удивит автолюбителей. Так передние сиденья стали удобнее и рельефнее. Их оснастили трехуровневым подогревом. Звукоизоляция стала лучше, а отделочные материалы теперь выглядят дороже. Пожалуй, главной особенность посвежевшей «Приоры» является ее передняя панель. Она сделана из особого пластика, который называется «софт-лук». Также в центре приборной панели появился многофункциональный мультимедийный центр. В 2012 году брал здесь машину «Калину». И вполне возможно, что в следующем году я возьму «Приору» новую. В автозалоне я лав-то каждые три года у меня и машину. Вот сейчас показывают как-то «Приора» обновленный. Почему попробовать эту машину? Не поедешь, не узнаешь. Что ж, возможность опробовать обновленную машину на деле в этот день «Диалавто» предоставил всем желающим. Стало чуть помягче, так можно сказать, на ямах. А на дороге, на прямой дороге, которую мы сейчас едем, машина идет устойчиво. Заявки на покупку обновленной «Приоры» в салон стали поступать сразу же в день презентации. Впрочем, есть у «Диалавто» и другие интересные предложения. К примеру, скидки на автомобили «Лада Самара» и «Лада Гранта Автомат». И это еще не все. С 1 декабря в нашем автосалоне действуют акции на автомобили «Лада Приора», а также новая «Лада Калина». Скидки в размере до 7,5% от стоимости автомобиля по программе «Лада Финанс». В настоящее время действует у нас акция с 1 ноября до 16 декабря включительно. Клиенты, купившие в нашем автосалоне автомобили, участвуют в розыгрыше многочисленных призов, главный из которых – поездка в Европу. Более подробная информация на сайте и в салоне «Диалавто». Особое настроение всем пребывающим создает фольклорный ансамбль «Хенешк» Карачевского сельского поселения. На праздник землячества приезжают гости из районов республики и других регионов. Это люди самых разных профессий и возрастов. Всех их связывает малая родина – Козловский район. Наше землячество – одно из самых молодых в республике, но я считаю, одно из самых деятельных. Хочу пожелать дальнейшего уверенного движения вперед, свершения новых, достижения новых высот и много-много добрых дел. На сцене филармонии в этот день профессиональные и самодеятельные коллективы. Праздник – возможность хорошо провести время, пообщаться друг с другом, узнать новости из жизни землячества и района. У каждого торжества своя тематика. Это посвящено Дню Матери. Многодетных мам района приглашают на сцену, чествуют особо. Судаковой Нарисе Александровне за заслуги воспитания детей, за большой вклад в возрождение и развитие лучших семейных традиций. Наградами отмечают те, кто внес весомый вклад в жизнь района и деятельность землячества. Иван Васильев, выучившийся в Москве, вернулся в родную деревню. Теперь вместе с отцом поднимает сельское хозяйство. Благодарность вручают участникам строительства церкви Рождество Пресвятой Богородицы в селе Шутнерово и Сергею Посредникову, подарившему родной деревне Еметкино хоккейную коробку в миллион рублей. Отдельное благодарственное письмо от Чувашского национального конгресса председателю Козловского землячества. Мы сейчас очень усиленно работаем над выпуском Козловской энциклопедии. Уже выпустили первый рабочий макет. Энциклопедия включает в себя всю информацию о знатных людях, которые родились, выросли в Козловском районе или работали, имеют отношение к этому району. В следующую встречу Козловское землячество рассчитывает посвятить выпуску энциклопедии. Выход издания в свет запланирован на весну будущего года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова